Вместо 8.15 Ненинский округ готовится к сентябрьским выборам. Какие нововведения ожидают потенциальных избирателей? Почему в Нарьинмаре может увеличиться количество избирательных округов? В обновленном составе члены регионального отделения партии «Единая Россия» переизбрали секретаря, а также состав полицовета и его президиума, за кого проголосовали. На защите прав человека в столице региона подвели итоги деятельности местного отделения УНФ за минувший год. С какими проблемами жители Заполярья чаще всего обращаются в Народный фронт? Против рака необычную акцию объявили в Нарьинмаре. Все, что нужно, чтобы помочь членко-больным сдать ненужный бумажный хлам, расскажем подробности. Отцовский патруль, спортивный праздник для всей семьи нарьинмарцев готовят к сдаче ГТО. Как все прошло, об этом и не только, смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте, подводим итоги понедельника, первого рабочего дня. В студии Олег Хатанзейский мы начинаем. 8 сентября в един день голосования в Ненецком округе пройдут выборы в ряд представительных органов муниципальной и окружной законодательной власти. Речь идет о выборах в городской совет, совет Заполярного района, выборах глав и депутатов в ряде сельских советов и дополнительные выборы в собрания депутатов Ненецкого округа. Как сообщили в избирательной комиссии, сейчас в городском совете Нарьинмара обсуждаются поправки в устав Нарьинмара. В случаях принятия 7 многомандатных избирательных округов и 1 одномандатный будут заменены на 15 одномандатных округов, по которым будут избраны 15 депутатов. В совете Заполярного района будут избраны 16 депутатов, 6 по 3 многомандатным округам и 10 по партийным спискам. Также пройдут выборы нового главы в Хасида-Харском сельсовете, это поселок Харутан. А вот в Колгуйском сельсовете пройдут выборы главы и 7 депутатов. Дополнительные выборы пройдут и в собрании регионального парламента. Новый парламентарий будет избран по городскому округу номер 8 на место Римы Галушины, которое сейчас представляет регион Совете Федерации. Дополнительные выборы пройдут в Омском сельсовете, поскольку там ушли 2 депутата, а в Андикском также не хватает 2 муниципальных депутатов. Все выборы будут проходить 8 сентября в единый день голосования. В Наринмаре прошла региональная конференция Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Главными вопросами повестки дня стало переизбрание секретаря, а также состава полицовета и его президиума. Большинством голосов секретарем регионального отделения вновь был избран Денис Гусев. Кандидатуру предложил спикер собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов. Он напомнил, что Денис Гусев возглавлял региональное отделение партии с декабря 2016 года, и за это время однопартицы имели право и время, возможность оценить его потенциал, работу и лидерские качества. Если говорить о том, почему был сделан такой выбор в отношении его кандидатуры, я хочу сказать о том, что все-таки два года этой работы они к чему-то обязывают. Это очень серьезный опыт практической работы, и не только в рамках секретарства, но в том числе он работал депутатом Архангельского областного собрания. То есть это позволяет, так сказать, ему принимать решения в дальнейшем, исходя из полученного опыта и тех новых задач, которые ставит перед собой партия, в том числе ее региональное отделение. Ну а вторым соискателем на этот пост стал директор Молодежного центра Ненинского округа, депутат Искательского постсовета Данил Исполинов. Выборы секретаря НРО проходили тайным голосованием на альтернативной основе. По итогам голосования, напомню, секретарем стал Денис Гусев, за него отдали голоса 34 делегата, за Данила Исполинова высказались 10 человек. Дорога Василия Титучи. И у нас с вами стоят очень серьезные задачи и очень сложные решения, на которые мы должны дать очень ответственный и очень правильный ответ. Мы объединились с вами общей задачей, это повышение уровня жизни наших жителей, жителей Ненинско-автономного округа. И поэтому на должности секретаря Ненинского регионального отделения я приложу максимум усилий для поднятия рейтинга нашей партии в округе. Кроме того, на конференции был избран новый состав политического совета, в который вошли 36 человек. Это представители различных сфер деятельности, главы муниципальных образований, депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии. Помимо прочего, переизбран президиум политсовета, в который вошли 12 человек. Окружное отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы за прошлый год. В Анриинмаре прошла ежегодная конференция регионального отделения, в рамках которой также выбрали сопредседателей, обновили состав. Общественники определили направление деятельности и выработали новые общественные предложения в адрес губернатора и исполнительной власти округа. Все подробности прямо сейчас. За прошлый год 60% предложений и обращений регионального отделения ОНФ окружными властями были выполнены. Все они были связаны в основном с оленеводством, рыболовством, коммунальными услугами и социальной сферой. Большое внимание уделяли тому, как живут и тем проблемам, которые существуют у жителей сельских населенных фронтов, детей, инвалидов. Нормально функционируют у нас проекты Общероссийского народного фронта, которые существуют. В частности, нам удалось все-таки добиться, что действительно сейчас мы это все видим, что дорога на Ренмарк-Красный находится в нормальном состоянии, ее как бы чистят регулярно. Удалось остановить те ремонты, которые проводились, когда непонятно куда закапывались деньги на Красновской дороге. Закупки контролировали. После подведения итогов основной темой обсуждения региональной конференции стал общественный контроль за исполнением майского указа главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. В этом плане особое внимание общественников сейчас направлено на улучшение качества медицинского обслуживания в регионе. Нам очень нравятся предложения, которые направлены на улучшение качества медицинского обслуживания. Мы бьем тревогу по поводу того, что выполнять условия здорового поколения на сегодняшний день невозможно без привития здорового образа жизни через самые разнообразные методы и формы. Но не менее важно это и качественная современная помощь, например, со стороны уролога, здоровье мальчиков. Если женщины у нас более активные, как-то отслеживают свое здоровье, то здоровье мужского населения, у которого жизненный возраст продолжительности гораздо ниже, тоже в зале нашего внимания. Также на конференции были утверждены общественные предложения регионального отделения. В частности, предлагается разработать и внедрить систему, которая обеспечивала бы окружным детям бесплатный доступ к дополнительному образованию. Кроме того, общественники предложили изменения, касающиеся пособий на детей. Ввести определенный стандарт социальных выплат на ребенка с тем, чтобы семьи, у которых один ребенок, два ребенка, безусловно многодетные, по-прежнему были в зоне внимания. Но и самое главное, чтобы любой родитель понимал, что, планируя свою демографическую политику семьи, он рассчитывает на строго определенную социальную помощь со стороны бюджета Нинско-Автанонного округа. Еще одно предложение, которое прозвучало в этот день – принять меры по снижению стоимости розничных цен на основные продукты питания для жителей сел округа. Также в рамках конференции состоялась тематическая площадка «Экология», на которой были рассмотрены вопросы по организации рыбной ловли на реке Печори. Были сформированы хорошие предложения жителями, активистами Общероссийского народного фронта. Они касаются и организации, и необходимости реализации программ по былому участниковых пороб на реке Печора, по ограничению создания участков под промышленное рыбоводство, по решению вопросов, связанных с лицензионным ловом на реке Печора. Много таких вопросов нужных, важных и интересных, которые действительно будут способствовать созданию благоприятного климата для рыбаков-любителей. Что касается обновления состава регионального штаба, то новыми сопредседателями стали директор Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Галина Назарова, управляющий Минбанком в Наринмаре Андрей Попов и директор комплексного центра социального обслуживания населения НАО Светлана Хатанзейская. В состав регионального штаба были введены Сергей Воротников, Игорь Латкин, Герман Сопочкин, Сергей Рочев, Ринат Фахреддинов, Галина Назарова и Александр Чурсанов. В состав региональной ревизионной комиссии был добавлен Евгений Тимошин. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают День борьбы против рака. Мероприятия, приуроченные к профилактике с этим смерзельным недугом, проводят ежегодно с 2005 года под эгидой Международного союза против рака. Наринмар не стал исключением. Сегодня в городской поликлинике начал работу кабинет профилактики. В рамках акции все желающие могут пройти первичные онкологические осмотры. Акция продлится до 8 февраля. Тема продолжит Ольга Руссу. Рядом с кабинетами профилактики образовалась очередь. Наринмарцы спешат получить направление на анализы, пройти необходимое обследование, чтобы исключить или пресечь на ранних стадиях опасное заболевание. То, что проводится предварительный осмотр на онкозаболевание, предупреждение. Только таким образом можно предупредить такое, можно сказать, сложное заболевание, которое не всегда можно обнаружить. Но я думаю, что сегодня все нашими врачами будет делаться для того, чтобы как можно меньше людей попали в эту категорию, категорию онкобольных. Цель проведения дня борьбы против рака – акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, повышение осведомленности населения о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению. В кабинете фельдшера Анны Ордеевой за первый час работы уже побывали 13 пациентов. Ну это получается первичный осмотр, это кожа слизистая посмотреть, пощупать где можно, ну я имею ввиду образование, да, пальпация получается, смотрите, ну например, те же самые липому пощупать, лимфоузлы пощупать, вот это в целом. Ну да, направление на онкомаркеры, Кална Грегорсона, на скрытую кровь, это на наличие ясполипов по кижечнику, маммографию проверяю, флюорография, чтобы была сделана. В городской поликлинике подобная акция проходит уже не первый раз. Все обратившиеся в кабинет профилактики получают направление на анализы онкомаркера. Заполняют специальную анкету, кроме того, могут пожаловаться медицинскому работнику на свои подозрения и недомогания. Потом, по результатам первичного осмотра, по необходимости он назначает дальнейшее обследование у таких специалистов, как хирург, онколог или терапевт. Это простые обследования, они не требуют каких-то затрат. Обследование Кална, скрытую кровь, да, очень важное обследование для того, чтобы заподозрить что-то в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте. Онкомаркеры, они не все имеют такую результативность в диагностике рака, но часть онкомаркеров очень полезна, особенно это касается мужского населения. Вот тот онкомаркер, который мы исследуем, мужчин на рак пристательной железы, он очень информативный. По нему дальше идет раскрутка и очень часто выявляется, даже при небольших изменениях этого онкомаркера. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. В странах европейского региона, включая Россию, смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после смертности от болезни системы кровообращения. Но чем больше пациентов будут проходить такие профилактические осмотры, тем меньше вероятности болезни, больше шансов ее предупредить. Три часа, как бы два работника, да, и в течение остального времени можно обращаться в кабинет номер семь, это кабинет диспансеризации, где также проведут анкетирование, также, значит, направят на обследование, которое положено для онко вот этой диагностики и порекомендуют в смотровой кабинет пройти, но при необходимости по результатам анкетирования, значит, там тоже может быть какие-то дополнительные обследования. Напомним, что акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, будет длиться с 4 по 8 февраля. Осмотры пациентов проходят в поликлинике города Нарьинмар. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. В Нарьинмаре тем временем стартовала акция по сбору макулатуры. С 4 по 15 февраля сотрудники некоммерческого фонда экоразвития будут принимать ненужный бумажный хлам от жителей региона. Все средства, полученные от утилизации вторсырья, пойдут на нужды больных раком. Акция проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Здоровое будущее». Даты проведения мероприятий убраны не случайно. 4 февраля отмечается день борьбы с раком, а 14 февраля – день помощи детям больным раком. Участие в сборе макулатуры могут принять все желающие. На сегодняшний день у нас в округе 807 больных онкологическими заболеваниями, в том числе у нас 12 детей до 17 лет больным раком. То есть эти денежные средства, которые будут у нас аккумулированы, собраны, мы направляем в Красный Крест, а там уже комиссия будет распределять уже нуждающимся день лечения. Мы можем принимать заявки, то есть в течение этого времени примем заявки и потом просто запустим транспортное средство, проедем, заберем. А также у нас могут жители лично приехать на склад и сдать там макулатуру. Также по этому же телефону 8-911-551-3989 позвоните, и все, мы договоримся. В любое время можно будет подъехать и сдать макулатуру. Подать заявку на участие в акции можно по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, или написать на страницу ВКонтакте «Экофонд 83». И в завершении выпуска акции «Отцовский патруль. Мы готовы» стартовала в Наринмаре в эти выходные. Идея проведения спортивного праздника принадлежит Уполномоченному по правам ребенка при Президенте России. В Ненинском округе она проходит под эгидой регионального омбудсмена по правам ребенка и недавно созданного в округе Совета отцов. Цель мероприятия – привлечь детей и их родителей к совместным занятиям массовым спортом, а также подготовке населения округа к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжественное открытие мероприятия «Отцовский патруль. Мы готовы» состоялось в эти выходные в спорткомплексе «Труд». Здесь собрались взрослые и дети, желающие сдать комплекс ГТО. Десятилетняя Дарья Субыч пришла вместе с родителями. Девочка состоит в детском совете при Уполномоченном по правам ребенка. Говорит, что дружит со спортом, хочет получить заветный значок ГТО. ГТО – это спортивное соревнование какое-то, где люди поддерживают свой здоровый образ жизни и соревнуются, смотрят, в чем им нужно догонять, в чем им не надо догонять. Ну и просто веселятся, развлекаются. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – полноценная программа и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. На самом деле традиция сдачи ГТО, она очень давняя. ГТО зародилась в Советском Союзе, вы знаете, и, к сожалению, утратила себя. Сейчас эта традиция возрождена. Я считаю, что это правильно, и надо ее поддерживать всячески, что и мы собираемся делать. Основным организатором мероприятий на территории Ненецкого округа является Совет отцов приуполномоченном по правам ребенка в Ненецком округе. Совет создан совсем недавно, но цели ставят перед собой глобальные – помочь родителям в воспитании подрастающего поколения возродить утраченные ценности. Люди не понимают, на самом деле, что происходит, или живут каждый сам для своих каких-то интересов, которые в будущем не будут иметь смысла даже. А вот сейчас очень важно, чтобы молодежь поднять, нравственно воспитать, по совести как-то. Все считают, что это и делают, но по сути, по факту, мы смотрим, что это далеко не так все. И вот проекты, как Совет отцов, дай бог будет проект Совет матерей, они призваны к тому, чтобы менять общество к лучшему, чтобы будущее наше было светлым. Вот и все. Желающие принять участие в акции должны были зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить индивидуальный ID-номер и заполнить индивидуальную заявку. Для того, чтобы стать участником ГТО, нужно официально зарегистрироваться на сайте ГТО. Для кого-то это сложность, для кого-то достаточно легкая процедура оказалась. И после того, как вам выдают номер, такой идентификационный номер, вы можете стать участником вот этой акции. Участие в сдаче нормы ГТО могут принять, что говорится, от мала до велика. Возрастной ценз от 6 до 70 лет и старше. Спортивные упражнения комплекса имеют три уровня сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знаком отличия. Готов к труду и обороне. Отлично. Сложно? Нет. А почему вы решили норму ГТО сдать? Зачем вам это надо? Ну, во-первых, я работаю учительной физикой культуры в третьей школе, и необходимо показывать пример детям. Акция «Отцовский патруль. Мы готовы» довольно протяженная. В эти выходные состоялся первый этап. Впереди еще самые сложные испытания. Бег на лыжах и кросс. Сдать нормативы ГТО не так и сложно. Количество раз равно для женщин, ну, например, 10-15. В принципе, по силам и зависит от возраста. Ну, вот, например, в моем возрасте отжаться нужно на золотой значок порядка 10 раз. В Ненецком округе в 2018 году знаками отличия ГТО разного достоинства награждены 75 жителей округа, участвовавшие в зимнем и летнем фестивалях, а также в фестивале, приуроченном ко дню Ненецкого автономного округа. При этом 26 любителей спорта стали обладателями золотых знаков отличия ГТО, 28 серебряных и 21 бронзовых. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.